МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многим известно, что преподобный Серафим Саровский в своей земной жизни только один раз побывал в Дивеево. Это случилось тогда, когда он еще молодым иродиаконом вместе с настоятелем Саровского монастыря, отцом Пахомием, будучи проездным в Дивееве, соборовал на смертном одре основательницу обители, матушку Александру. И мне всегда было интересно выяснить, какой же дорогой он проходил и проезжал в Дивеево и обратно. А потом уже к нему разными путями шли и шли нескончаемые потоки паломников. А какими путями шли они? И какими же стежками-дорожками добирались к батюшке Серафиму Дивеевские сестры? Ведь в отличие от многих, они регулярно бывали у него. А вновь поступающих в женский монастырь, преподобный буквально заставлял приходить к нему чаще прочих, чтобы, пока он с ними, лично преподать им духовные назидания. Так, например, был такой случай, когда в праздник Сретения Господня в 1828 или 1829 годах он наказал сестре Поросковой, только что поступившей в обитель, дважды успеть прийти к нему и возвратиться обратно. Следовательно, ей надо было пройти 50 верст и еще провести какое-то время в Сарове. Она смутилась и сказала, не успею так, батюшка. На что он ей ответил, что ты, что ты, матушка, ведь день теперь продолжается 10 часов. В то время Дивеева было в трех часах ходьбы от Сарова. Это сейчас на машине от Цыгановки до Дивеева можно домчаться минут за 10. Хотя дорога стала длиннее, чем прежде. В старину, срезав путь, нужно было пройти 12 верст. А теперь по асфальту все 20. Так вот, наш нынешний двухсерийный телеочерк можно считать фильмом-путешествием по дорогам предков. Ведь это наши бабушки и прабабушки, дедушки и прадедушки и прочие пра-пра-пра ходили по ним и век, и два назад. А заодно попытаемся реконструировать путь Дивеевских сестер к батюшке Серафиму. Конечно, здесь все-все вокруг изменилось. Но, тем не менее, вперед по современным трассам, ну, помня прошлое. На первых участках дорога Дивеева была мощеная. Выйдя из села, путники шли по проселочной дороге. Среди полей, небольших перелесков, местность была волнообразная. Веселые зеленые холмы стелились направо и налево. В околоболотной низине была устроена дамба с прекрасной дорогой. Но вот дальше начинались тяжелые тропы с наезженными колеями. В верстах трех от Дивеева находилась песчаная горка. И если обернуться назад, то с нее открывался красивейший вид на Дивеевский монастырь. Здесь, по-видимому, имелась в виду некая возвышенность рядом с усадьбой князей Шахаевых. То есть у нынешнего дома милосердия в Осиновке. Дальше Дивеевские сестры и другие богомольцы шли по петляющей дороге в сторону Яковлевки. Она и сейчас также петляет, обходя заболоченные места. Потому что в новое время асфальт положили аккурат по существовавшей старой дороге. И вот эта дорога – ничто иное, как часть знаменитой посольской дороги. Или по-другому – Большого Темняковского тракта. Немного не доходя до Яковлевского кладбища, где, кстати, покоятся и мои предки по материнской линии, путники сворачивали налево, в сторону Балыкова. Сейчас здесь окраина садово-огородного общества «Мотор». Так вот, этот названный старинный тракт связывал Нижний Новгород, Арзамас, Дивеева, Балыкова, Саровскую пустынь. От нее через плотину, где раньше находилась Мельница, шел Натемников, Шацк, Маршанск, Тамбов, Воронеж. И далее шел на Киев. Ну, намек на Киев многие, думаю, приняли правильно. По ней проезжали и проходили цари и нищие, монархисты и анархисты, герои и преступники, святые и злодеи, кого только на ней не было. А чуть левее, параллельно с этой разномастной публикой, устремлялась в Саров и речка Вечкинза, известные своими многочисленными святыми источниками. Один из них, о котором, правда, мало кто знает, бьет из-под земли во враге между Яковлевкой и Балыковым, пополняя нашу речку прозрачной и ледяной водой. На дальнейшем пути встречаются части старого русла реки Старицы, на берегах которых выросли огромные деревья, непроходимые вняк и другие кустарники. Края непуганные, где и сегодня обитают дикие звери. Здесь они у себя дома. Природная красота окружающих мест достойна кисти левитана. В любое время года. Давайте и мы полюбуемся на эти пейзажи, пока люди бездумно не вмешались в природу. И вспомним мудрое изречение. Путешествуя по чужим странам, мы узнаем места. Путешествуя по родным местам, мы узнаем себя. Замечу, что если идти неспешным шагом, то от Яковлевского кладбища до первых домов в Балыкове можно дойти за полчаса. А перед этим мы выходим на березовую аллею у бывшего пешеходного КПП. Березки на ней были высажены нашими далекими предками вдоль вот этого знакового тракта. А затем с пригорка взору современного путешественника открывается вид до горизонта, вплоть до Яблоневого сада. Кстати, первым Балыковским домом на пути в Саровский монастырь как раз был мой родной дом, где я прожил ровно 30 лет. Построил его мой дед аж в 1936 году. А монастырь, как известно, закрыли в 1927. Но паломники все равно туда шли, вплоть до образования секретного объекта. А с 1901 года, после переселения из Тамбовской губернии, семья моих предков проживала напротив нынешней автобусной остановки на улице Дорожной, вот через дорогу от двухэтажного кирпичного дома. Кстати, бабушка по отцовской линии была непростых кровей из рода Орловых. И, как ни скрывая родословную, даже весь ее внешний вид выдавал ее породу. Между прочим, она была не одна такой. На улице Мостовой, которая также была частью знаменитой дороги, жили три сестры Мантуровы, родственники помещику Мантурова, того самого, сподвижника преподобного Серафима Саровского. Да и само Балыково тогда считалось богатым населенным пунктом, поскольку здесь находился четвертый в губернии по числу работников, железоделательный завод. В окнах придорожных домов путники замечали зажиточность, занавески, лампы. Как тут на фоне видов бывшей заводской усадьбы не повторить описание этих мест, оставленные нам писателем Борисом Константиновичем Зайцевым. Две домные в Балыково видны были с балкона директорского. Вокруг мелкие строения, конторы, склады, дальше луг и речка, а за ней лесок по Взгорью, в сторону Тиреева, да деревня, где жили рабочие. Сзади дома парк, часть векового Саровского бора, оторвавшегося от монастырских лесов. Балыково в четырех верстах от Сарова больше похоже на огромные и менее сдомными, чем на завод. И все здесь осенялось лесом, широкошумностью его и дичью, свежестью. Кое-где, вблизь поймы реки, встречались примитивные шахты по добыче железной руды, именуемые дудками. Одна такая была недалеко от реки, у подножия, как мы называли, Глиняной горы, существовавшая вплоть до включения Балыково в зону. И вот однажды туда, в конце 50-х годов прошлого века, провалился жеребенок. Это вот здесь, вот где стоит садовый домик. Жеребенка, к сожалению, так и не смогли достать. Вот какие глубокие были эти шахты. А пруда, что ныне расположен у аэродрома, до 1958 года вообще как такового не было. Был большой овраг или по-другому сухой лог, протяженностью больше трех километров от участков нынешнего Тиза, почти что от КПП-4, и до пойма Вичкинзы. И по нему весной, во время дождей, стекала вода в реку. Но 65 лет назад его перекрыли плотиной и сделали пожарный водоем. Другая часть оврага по прошествии стольких лет взросла вековыми деревьями и стеной кустарников. Ну а паломники шли дальше и немного правее по отрезку той самой знаменитой темняковской дороги, выложенной булыжником. Небольшой ее фрагмент до сих пор остался неподалеку от правления садового общества «Красная звезда». А за Балыковым уже виднелась темная полоска Саровского леса. Прежде чем достичь его, путники проходили мимо большого гречишного поля. Глядя на него, они могли, подобно еще одному писателю, проходившему в свое время по этой дороге, Сергею Александровичу Нилосу, увидеть, как солнце ударило по серебру гречихи и точно бриллиантиками рассыпалось в росинках просеившиеся на нее тучки. Да, на подходе к Сарову с Нижегородской стороны были поля. От тотчас за Тамбовским рубежом до самой пустыни на протяжении четырех верст стоял непроходимый дремучий лес. Это тот самый рубеж на границе Двугумернии, у которого в 1903 году представители народов Поволжья встречали царскую семью, которая направлялась на торжества по случаю прославления в лике святых старца Серафима. И вот здесь путники, как в сказке, оказывались на распутье трех дорог и могли добираться до обители тремя разными грунтовыми стежками-дорожками. А какими, мы расскажем вам во второй части нашего очерка.